Так, причины непонимания друг друга, это у нас первый такой раздел, который мы будем обсуждать. И прежде чем говорить о непонимании, следует поговорить вообще о структуре психической человека. Что у нас есть три, у психики человека есть три постулата. Это ум, который думает, общается, ум также контролирует здоровье человека. И так как он контролирует здоровье, то тонкая структура, вот эта психическая ума, она постоянно нуждается в счастье. Энергия счастья нужна для жизни и для поддержания работы всех внутренних органов, всего организма. Этим занимается ум. То есть слово ум, санскритское, оно отличается от русского слова ум, потому что у нас понятие ум означает просто думать. А там ум это такая структура, как психический остов человека. Самая главная структура психическая, ум. У него есть пять чувств, именно у ума есть пять чувств. И эта структура ум, она не разрушается в момент смерти. Она остается жить. Тело разрушается грубое, то есть уши разрушаются, чувство слуха не разрушается, остается с умом. Чувство зрения не разрушается. То есть психическая эта структура, она нуждается в энергии счастья. И она запоминает все, она общается. В ней находится настроение, характер человека. В уме находятся наши наклонности, способности, все. И также наша природа женская и мужская. Она тоже находится в уме, проявлена в уме. Разум это вторая тонкая структура. Она связана с контролем человека, контролем. То есть разум поставляет энергию счастью ему. Разум контролирует ум таким образом, давая ему разрешение или не давая на что-то. В разуме находится знание о том, как жить. Цель жизни, решимость, устремленность к чему-то. Это атрибуты разума. Разум имеет энтузиазм. Он также устает. Разум не устает. Он не отдыхает. Он ночью тоже бодрствует ум. Ему что-то снится. Разум же ночью спит. То есть волевые функции человека, устремленность куда-то, активность, она теряется, когда человек засыпает. То есть разум бодрствует днем, ночью спит. В разуме находится вера человека, его понимание цели жизни, понимание, что такое счастье, что такое хорошо, что такое плохо. Все это находится в разуме. Взгляды на жизнь человека находятся в разуме. И есть еще такое понятие, как эгоизм или ощущение себя как личности. То есть есть истинное ощущение себя как личности, истинный эгоизм, который приносит счастье человеку и освобождает его от страданий. Истинный эгоизм основан на знании, как жить. Он всегда бескорыстен. Истинный эгоизм всегда бескорыстен. И надо еще знать, что такое бескорыстен. Многие люди не понимают, что они корыстные. Они не понимают своей корысти в этом проблеме. То есть эгоизм истинный основан на знании. Ложный эгоизм, а это тоже эгоизм, который приносит страдания человеку. И он основан на собственном представлении о жизни, на ощущении. Вот допустим, женщина, она чувствует, что так правильно. А мужчина почему-то не понимает этого. И отсюда начинаются раздоры. То есть ложный эгоизм основан на ощущении, что я прав. Вот это чувство собственной правоты, чувство собственной истины, которая не согласуется с желанием близкого человека. Это деятельность ложного эгоизма. Ложный эгоизм также настраивается на то, чтобы мне подарили счастье, мне дали счастье. И он, ложный эгоизм, использует энергию счастья в своих целях. А истинный эгоизм отдает энергию счастья. Ложный эгоизм считает, что если мне дадут счастье, то я буду счастлив. Истинный эгоизм считает, что если я буду отдавать счастье, тогда я буду счастлив. Видите, совершенно противоположные концепции. То есть человек, настроенный правильно, на основе знания, женщина правильно настроена, служит семье, а не требует от нее счастья. И тогда она становится счастливой. Мужчина, который настроен правильно, он ответственно относится к жене и терпит ее эмоции. Хотя это для мужчины не является, сама эта деятельность не является тем, чего бы он хотел в жизни. Это то, что надо себя заставить делать. Но именно это и приносит счастье. Согласно ведическому знанию, которое я изучаю, самая главная проблема в нашей жизни это эгоизм. Непонимание, как действуют настоящие и правильные отношения, если говорить о семейной жизни. Непонимание, что принесет счастье, а что приносит страдания. Часто мы это искренне не понимаем, из-за этого возникают конфликты. Но что такое конфликт? Это то, что я доказываю свое, мне доказывают свое. Так? Но теперь у меня к вам вопрос. Если два человека искренне хотят служить друг другу, оба, могут ли между ними возникать конфликты? Как они возникнут, скажите? А? Да, да, мы с вами общаемся. Кто сказал, могут? Поднимайте руку. Как возникнут? Вот мы с вами друг другу хотим служить. Да. Ну и что? Я, допустим, уступаю вам. Допустим, вы говорите, они поймут неправильно что-то. Я, в принципе, не против. У нас с вами конфликт есть? Не те таблетки пьет. Но он тоже, он хоть пьет не те таблетки, он хочет вам служить. То есть вы ему что-то говорите, и он хочет вам служить. Как его служение будет выражаться? В чем? Он будет вас слушать, да? То есть вы ему будете говорить, что ты не те таблетки пьешь. А он будет говорить, надо разобраться в этом вопросе. Так, если он хочет вам служить. А если не хочет вам служить, что он будет делать? Мы говорим с вами о деятельности двух эгоизмов. Истинный эгоизм означает желание служить. Вот если я, допустим, вам говорю, вы не те таблетки пьете, а вы хотите мне послужить. Как это будет выражаться? В чем? Да, в том, что я буду прислушиваться. Это означает служение. Как вас зовут? Это вы купили цветы? Столько цветов? А, это администрация, да? Это... А кто? А кто? Ага, сейчас мы вскроем. Виновник. Спасибо вам большое. Эти цветочки мы раздадим в конце лекции тем, кто подойдет сюда. К сыну. Спасибо вам большое. Человек знает, что мы раздаем цветочки в конце. Я люблю их только раздавать. Я не знаю, что с ними делать. То есть, в мужской психике нет такого, что поставить и смотреть. То есть, я не знаю, что с ними дальше делать. Я поставил. Итак, это важный вопрос. Мы сейчас его изучаем. То есть, многие, допустим, согласились со мной, сказали. Да, Олег Геннадьевич, если два истинных эгоизма работают сразу, нет конфликтов. Но есть пытливые люди. Они говорят, нет, может быть, конфликт. И мы с вами выясняем. Видите, выяснили, что в этой ситуации, если муж хочет служить, то он прислушивается к вашей идее. Допустим, я врач. И у меня жена, она меня лечит постоянно. Но как она лечит? Не теми методами, которые я знаю. Она изучает что-то свое. И, допустим, у меня иногда после поездок страдает кишечник. И она мне изучила коралловый клуб, этот метод. И мне дала пить коловаду там, от кишечника. Ну, я как бы, я же врач. То есть, у меня свои мнения по всему поводу. По всякому поводу. Но она настаивает, говорит, ты выпей, тебе поможет. Я говорю, ты индивидуально протестировала мне, что ли, это все? Она не может индивидуально тестировать. Она говорит, ты выпей, тебе поможет. Какие мои действия? Я сразу начинаю спрашивать, а как это вообще? Она говорит, это вот такого широкого действия. То есть, это не лекарство, это пищевая добавка. Я думаю, ну, значит, я не отравлюсь, в принципе. Если пищевая добавка, значит, не отравлюсь. И я выпиваю. И мне становится легче. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что я пью не потому, что я уверен в этом лекарстве. А потому, что я люблю жену. А так как она меня любит, она не ошибается чаще всего. Потому что любовь дает возможность чувствовать человека. Жена готовит часто мужу так, как ему надо для здоровья. Интуитивно это происходит. Так? То есть, человек, который любит, он чувствует другого человека. Знает, как ему надо в жизни. Чувствует. Итак, у нас вопрос открытый остается. Это важный вопрос, потому что это решает проблему. Если у двух людей эгоизм работает правильно, будут конфликты или нет? Никогда не будут. Это невозможно. Конфликты возникают только по той причине, что эгоизм работает неправильно. Теперь у меня к вам вопрос еще один. А если у одного человека правильно работает эгоизм, а у другого неправильно, будут конфликты или нет? Нет. Будут разногласия. Конфликтов не будет. Когда у человека эгоизм работает правильно, то нет конфликтов. Потому что я смиренно отношусь к мнению другого человека близкого. Я не возражаю. Я согласен, но у меня свое мнение при этом. Я его не доказываю, потому что вижу, что это невозможно сделать. Я сохраняю отношения. Отношения ставлю выше своего мнения. Теперь у меня вопрос. Всегда ли это возможно? Не всегда. Потому что не всегда хватит силы сохранить работу правильного эгоизма, истинного эгоизма. Для того, чтобы он работал, для этого психика должна быть свободна от боли. Запишите себе. Боль является причиной возбуждения ложного эгоизма. Я, допустим, говорю жене, я с тобой согласен, все хорошо. Она говорит, нет, я чувствую, что ты не согласен. И, допустим, оскорбляет меня. Ну, я как пример привожу, допустим. Оскорбляет меня. У меня возникает боль. В результате этого оскорбления и мое доброжелательное настроение, желание служить жене может закончиться на этом. Или стать слабее. Я могу ей сказать, слушай, мне тяжело сохранять правильное отношение, когда вот в таком русле идет беседа. Тяжело. Как я должен себя дальше вести? Если она не уступает, хочет обижать, что я должен делать? Я должен закончить отношение. Просто сказать, извини, давай поговорим позже. И уйти просто. Иначе что произойдет? Боль заставит меня переключиться на другое восприятие ситуации и начать тоже ее оскорблять. Давить на нее психически, делать ей больно. Но как вы думаете, где проблема кроется? Где проблема? Где начало проблемы? Начало проблемы заключается в том, что большинство людей не могут, не успевают понять, что начинается конфликт. У них нет силы даже простить просто небольшую боль, которую близкий человек приносит в отношениях. Даже небольшую боль мы не можем простить. Согласны со мной или нет? Что мы не успеваем, не можем даже небольшую боль простить. И как вы думаете, почему? Ложный эгоизм есть у всех людей. Если мы его подавляем с помощью своей духовной силы, тогда он не работает. Если не подавляем, он опять включается. Вот просто заснул, проснулся, уже ты осквернен. Ложный эгоизм уже действует. Ты в ленивом состоянии находишься. Ты не хочешь вставать. Тебе хочется кому-то что-то доказывать. Часто по утрам люди думают о чем-то плохом или решают проблемы какие-то в своей голове. Это признак того, что силы разума не хватает включить правильное настроение. Причина основная, почему у нас даже свободы выбора нет. Нет возможности даже среагировать правильно и отойти от конфликта. Причина заключается в нехватке духовной практики в нашей жизни, потому что только духовная практика, очень сильный и решительный настрой на святость, а что такое святость, это абсолютный позитивизм, абсолютный истинный эгоизм, в котором нет и тени ложного эгоизма. Это очень свежий глоток силы позитивной, которая дает возможность мне выжить в той ситуации, в которой мы живем сейчас. А мы в какой ситуации живем? Мы живем в ситуации, в которой идет тотальное поражение всего пространства информационного корыстной идеи. Видите, все телевидение поражено идеей что-то впихивать нам, реклама, завлечь наше внимание. Не сделать нас счастливыми, дать нам что-то, а взять от нас что-то. Видите? Это настраивает на то же самое. То есть, если я смотрю такие фильмы, если я слушаю такие новости, передачи, то я что, настраиваюсь бескорыстно от этого? Нет, я тоже настраиваюсь так же. И вот это вот эгоистическое восприятие мира, это скрытая скрытая агрессия. Даже если человек говорит, проходите, пожалуйста, купите наши товары. Если он не заинтересован в том, чтобы человек получил счастье от того, что он это купит, а заинтересован просто продать товар. Как вы думаете, это агрессия или нет? Конечно, агрессия. Просто она скрытая. И человек, если в таком ключе работает целый день, он, во-первых, настраивает всех вокруг себя на этот же ключ, а во-вторых, сам приходит домой и начинает ругаться, потому что он не понимает, как работает система, которая приносит счастье. С другой стороны, если человек хочет служить клиенту по-настоящему, тогда он не должен думать о продаже товара. Должен думать о том, чтобы клиент был счастлив, чтобы он получил информацию нужную. Может быть, он купит не у нас это все, как Бог даст. Может быть, у нас, может быть, нет. Но я ему скажу правду, что ему надо. Хочу узнать, понять. Да, люди это чувствуют. Они начинают верить такому человеку и хотят уже у него потом покупать все. Пусть даже похуже товар, но надежно, что без обману. Без обману. Но этот настрой непростой. Мне же надо товар продавать, иначе я без штанов останусь. А надо клиенту думать о людях. Оказывается, это всегда борьба такая идет. Эта борьба всегда у нас в жизни существует. Во всем. В любых отношениях. В семейных отношениях. В деловых отношениях. В отношениях с детьми. Вроде бы, кажется, где там может быть эгоизм. У родителей сплошь и лязом только один эгоизм в отношениях с детьми. Нет никакого бескорыстия практически. Дети в результате очень агрессивно себя начинают вести. И это очень скрытый эгоизм. Потому что кажется, что я же хочу помочь своему ребенку. Допустим, я хочу, чтобы у него были хорошие отметки в школе. Только одни хорошие отметки. А вопрос заключается в том, надо ли это судьбе ребенка, чтобы у него только одни хорошие отметки были или не надо. Большинство родителей скажет, надо. Но это не так. Потому что ребенок развивается только в одну сторону всегда. Только в одну. Не может на одном кусте раскрыться белая, роза, красная, зеленая там сразу. Невозможно. Только одного цвета. Если ребенок склонен к литературе, это значит, что он должен силы вкладывать в литературу. По математике, физике, химии будет оценки ниже. И это его природа. Он никогда не сможет математику знать так же, как литературу. Потому что он красный цветок. Единственное, что вы можете сделать, вы его блекло-красным можете сделать. Не ярко. Не ярким, а блеклым. Он будет разбавлен математикой, физикой, химии. Но при этом белым или зеленым вы его не сделаете. Понимаете, да? Ну то есть идея в чем заключается? В том, что нас беспокоят преподаватели, которые приходят и говорят, почему ваш ребенок тройки по физике имеет? Вы что с ним как бы его не учите правильно? Почему только одна литература, литература в его голове? Видите, чтобы понять человека, для этого нужно ему служить. Нужно понять, как развиваться должен ребенок. Истинный эгоизм основан на знании. Откуда я это знание беру, я хочу понять. Вот вы пришли на лекцию для чего? Некоторые пришли, чтобы сделать так, чтобы мой дурак успокоился наконец. Может он мне объяснит, Олег Геннадьевич, как дурака своего успокоить? Это не поможет, такой настрой. Не поможет. Вот. Это неправильный настрой. Он не сделает, не принесет счастья тому, кто пришел на лекцию. А вот как сделать так, чтобы близкий человек был счастлив, мой, чтобы понять, как к ним правильно относиться, чтобы наладить отношения? Это правильный настрой. Но так как у нас среда позитивная, даже те, кто пришли с неправильным настроем, они постепенно успокоятся, и у них будет все нормально. Постепенно, со временем. И так, видите, все пропитано эгоизмом. Мы находимся в пространстве тотального эгоизма. На работе, дома, везде. Мы добиваемся своего. Из-за этого страдания везде. Нам не хватает духовности. Духовность означает бескорыстие, чистая позиция. Вот возвышенный человек святой, ему что от нас надо? Вот священнику-то пришел на консультацию, ему что от нас надо? Ну-ка, давайте посмотрим, узнаем, что ему от нас надо. Да, только помочь. Если ему нужны деньги от нас, чтобы я что-то для него сделал, это уже не святой человек. Святому человеку ничего не надо от нас, кроме желания, чтобы я был счастлив. И все. Больше ничего. Это называется святость. Ведь интересное свойство такое человека. У человека может быть в принципе такое или нет? Что он хочет просто, чтобы я был счастлив, ему от меня ничего не надо. Кто считает, что такого не бывает в человеке? Поднимите его. Вы считаете, что такого не бывает? Ну нормально. Ничего, это нормально. Это нормально. Вот. Я считаю, что бывает. У меня есть примеры. Вы же основываетесь на своей жизни, на том, что у вас в жизни происходит, что вы не видели такого в жизни. Как это человеку ничего не надо от меня, и он хочет только помочь. Такого быть не может. Правильно. Но у меня есть другие примеры. У меня есть примеры другого поведения, личности людей, бескорыстного, очень самоотверженного. И это дает мне основания. Есть примеры, есть понимание. И также в личных отношениях многие люди действуют правильно, если они получают знания. Я перед тем, как лекции читать, часто вдохновляюсь вами самими. Я захожу на сайты, где отзывы пишут, и люди рассказывают, как меняется судьба их в результате слушания лекции. Я читаю это все и вижу, что человек с помощью знания способен побеждать судьбу. Я вижу, как это происходит. И это дает мне веру, вдохновение. Надо продолжать это делать. Людям помогает. Они получают силы побеждать свою тяжелую судьбу. Итак, причины непонимания друг друга мы разбираем. Итак, есть такая сила эгоизм. И чтобы ее распознать, ну, человеку очень трудно вообще понять, корыстно он настроен или бескорыстно. Очень трудно. Если ты молишься, долгое время уже в молитве живешь, это чувствуется. Но если этого нет, духовной жизни нет какой-то, то как понять, что я корыстно настроен? Для этого существуют определенные соответствия психики мужчины и женщины. Давайте эти соответствия или несоответствия, наоборот, разбирать. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, вот бывает такое, что у мужчины и женщины психика полностью совместима и нет никаких проблем в отношениях? Ну, вообще никаких. То есть, у мужчины психика и у женщины так совпадают, что их интересы полностью совпадают, у них нет никаких проблем и они абсолютно счастливы в личной жизни. Кто считает, что бывает? У вас такое есть? А почему? Откуда вы это взяли? О, молодец. Спасибо вам. Мне нравится, что вы верите в это. Как? Как? На духовном уровне, да. Но мы говорим о мужчину и женщину обычно. Я согласен с вами. Вы все правильно. Ну, давайте, вот мне нравится, что эта девушка верит в светлые отношения между мужчиной и женщиной. Это правильно. Это вера правильно. Давайте мы с вами об этом поговорим. Это важно. Как вы думаете, эта вера вас сделает счастливой или нет? Вы уверены в этом? Ну, смотрите, если вы считаете, что есть такое в этом мире, что полная гармония между мужчиной и женщиной без всяких усилий, просто само собой, им повезло, совместимость. Так, так, семь жизней надо жить, как минимум, вместе. Как пример. Хорошо. У меня к вам вопрос. А если вы вышли, вы замужем, кстати, нет? Да, вы вышли замуж и нет полного соответствия. Что делать? Не, ну как работать, если есть возможность, чтобы было полное соответствие? Если такое бывает, а вам не повезло просто. Ну, то есть, вы, получается, смертник, вы идете на, как это Александр, этот, матросов, бросался на амбразуру, бросился. Вы сейчас бросаетесь на амбразуру. Нет, подождите, давайте я с ней поговорю, это очень важно. Вы поймите, что человек верит во что-то, и сейчас эта вера рушится. Серьезно? Идеально совпадает. У них нет проблем в отношениях, совсем нет. Мне кажется, или нет. Хотите, я вам кое-что расскажу, интересненько? Давайте, вот, давайте сейчас, интересно, возьмем просто, и возьмем, вот, девушку, которая живет одна. Ей много в жизни надо, или нет? Она часто, не сильно готовит себе. Так, чуть-чуть приготовила, там, чуть убралась, там, пошла. Мужик один живет, вообще, страшное дело. Я помню, эти макароны, квадратной формы, в холодильнике, которые, разрубались, кусочек отрубился, пожарился, и все, и так, неделю, по кусочку, пока не заканчиваются. Потом новые, с яичницей смешиваются, все это, жарится, и идется в институт. Это, много не надо в жизни, да? Очень такая, спокойная жизнь, много не надо, можно жить в небольшой комнатке, там, как-то так, спокойно, нет проблем. Теперь, мы поженились. Можно жить теперь, в маленькой комнатке вместе, или нет? А почему? Мало пространства становится, почему? Ну, как, вот, по одному бы жили спокойненько, потом раз вместе, и так же спокойненько живем в маленькой комнатке. Какие проблемы? А? А раньше устраивало, почему сейчас не устраивает? Своё пространство, до этого маленькое, она спокойно жила. Теперь, почему? Ей надо больше своего пространства. Детей хочется, родной, детей же нет еще. Инстинкт? Мои хорошие, я сейчас вам все объясню. Вы сейчас пока мне не объяснили, но я вам сейчас объясню, вы все поймете. Вы очень все просто. Вот смотрите, когда мужчина и женщина начинают жить вместе, эгоизм обоих начинает продуцировать желание быть счастливым, потому что счастье же исходит от человека, рядом, который находится, от него исходит счастье, и к этому счастью привыкаешь, и начинает хотеться больше, то есть включается вот этот маховик, увеличение счастья. Эгоизм одного человека и другого начинает расти. Именно не истинный эгоизм, а ложный. Если бы истинный рос, люди бы женились вместе и все отдавать другим. Поженились и все отдавать. Нет, они все брать. Они поженились, говорят, папа, мама, нам теперь нужна машина, нам нужна квартира, мы поженились. Нет, не отдавать, все идет, а брать. Так? То есть один человек сам по себе, женщина хороший человек, мужчина сам по себе тоже хороший человек. Когда они встречаются, тоже они хорошие. Потому что в это время что идет? Идет, судьба им дарит подарки, они видят самые лучшие качества друг друга. У них медовый месяц. Им судьба дарит все самое лучшее. Не только родители дарят машину и квартиру, судьба дарит самое лучшее. Они видят самые лучшие качества друг к другу. Они очень изысканно, возвышенно относятся друг к другу. Сначала. И вот все сказки, они о чем говорят? Что мы добивались друг к другу, Иванушка, Аленушка, вот, сражались, добивались. И потом, когда они добились, дальше очень быстро все идет. Они стали жить, поживать и добра наживать. Вот сказки конец, кто слушал, молодец, точка. Дальше уже нет сказки, все, она заканчивается. Потому что дальше начинается жизнь, а не сказка, понимаете? Сказка заканчивается. Итак, смотрите, феномен вот в чем заключается. В том, что, это не мной придумано, кстати, это описано в священных писаниях древних. Феномен заключается в том, что очень сильно увеличивается жажда наслаждаться жизнью. Когда люди, жажда именно, это жажда, вот это когда вот пить хочется, жажда наслаждаться жизнью. Когда люди женятся. Это значит, что эгоизм, каждого ложный эгоизм, который приносит страдания человеку, возрастает. Женщина становится очень чувствительной. Эгоизм женщины действует в какой сфере? Как у женщины действует эгоизм? У нее, ей хочется, чтобы к ней было больше внимания. Первая сфера женского эгоизма. Вторая сфера. Ей хочется, чтобы у ней было свое пространство. У ней было свое пространство в общежитии, до замужества. Ей хватало. А теперь ей хочется больше уже своего пространства. Потому что эгоизма стало больше, когда женщина вышла замуж. Дальше. Женский эгоизм означает также дорогие вещи. Это женский эгоизм так действует. И нужны дорогие вещи. Мужчине нужны дорогие вещи? Нужны, но не так сильно, как женщины. Значит, он козел. Ну, попозже мы об этом. Это другой вопрос. Мы с вами встретились сейчас. Это хорошо. Раньше было раньше. Итак, движемся дальше. Смотрите, интересно. То есть, женский эгоизм дальше. Это чувствительность, сильная чувствительность. Я изучал эту психологию. То есть, я смотрел, как наблюдал, как моя жена сама идет купаться в море. Она смело заходит в воду. И такая нырка, и пойплыла. Но когда она со мной за ручку заходит в море, она такая, как бы, раз, ножкой потрогала, вода холодная. Но она до этого сама заходила, только что, недавно. Теперь вода холодная стала. И она идет, и такая, она боится. Это не то, что она выдумывает что-то. Это реально. Она говорит, что-то мне страшно туда идти. Чувствительность возрастает. Рядом с мужчиной, у женщины. Она все начинает, все раздражает. Раньше все нормально было. Но теперь рядом с мужем ее все раздражает постоянно, все мешает. Возрастает чувствительность у женщины сильно. Так, это деятельность ложного эгоизма. Не то, что она все выдумывает. Раньше, ну что ты, нормально же тебе было. Ты, что выдумываешь? Она не выдумывает. Это так действует эгоизм женский. Она становится очень чувствительной. Раньше, когда они встречались, он мог над ней посмеяться, она тоже улыбалась. Но потом, когда они уже живут вместе, если он посмеялся над ней, ему конец, все. Она его размажет по стеклу. Так действует женский эгоизм. И так далее. Много разных аспектов. Мужской эгоизм. То же самое. Он возрастает. Желание, чтобы мое мнение было главным. Действует мужской эгоизм так. Мужчина считает, что все равно мое мнение правильнее. Твое мнение, согласен, согласен с ним. Но, мое мнение важнее. Так действует мужской эгоизм. Теперь, а это детский эгоизм. Внимание к себе. Постоянное внимание к себе. У родителей нет возможности сходить на лекцию. Почему? Что если мама слушает лекцию, значит я буду плакать. Почему? Потому что она не на меня смотрит. Понимаете? Не на меня мама смотрит, значит буду плакать. Все. Какие-то проблемы, значит. И даже детей, если отпускают во время лекции, они лезут на сцену. Подходят сюда и стоят рядом. Чтобы на них смотрели. Что смотреть на дядю какого-то. Есть детский, видите, эгоизм. То есть эгоизм означает какая-то энергия, которая в свое направление, запрограммированная какая-то сила. Мужской эгоизм и желание эксплуатировать женское тело. Я хочу тебя гладить. Я устала, прости. Не могу, чтобы ты меня гладил. Нет, я хочу. То есть мужчина идет, обнимает женщину, когда бы он не захотел. Она спит ночью. Вообще как бы его не трогает. Пошел обнимать ее ночью. Лезет к ней ночью. Она спит. И надо, чтобы она... Ей это нравилось надо. Она даже еще проснуться не успела. Ей должно нравиться это все. Он спрашивает, тебе нравится, как я тебя обнимаю? Я говорю, я не знаю, я сплю. Так ты. Меня не любишь, значит. Начинает скандал. Она еще не успела понять вообще, что произошло. Уже скандал. Почему? Потому что эгоизм означает. Также боль. Чем больше эгоизм, тем больше боли. Вот к чему приводит то, что у женщины очень сильная чувствительность к одежде. Женский эгоизм означает чувствительность. Она у нее кожа начинает страдать. У нее начинаются аллергии, там всякие и так далее. Сыпь на коже. Реальные болезни возникают. Эгоизм дает заболевания различные. Болезни психики, болезни грубого тела, тонкого тела и так далее. Эгоизм вызывает боль везде всегда. Единственное средство с ним бороться это духовная практика. Настрой на святость, на чистоту. Но эгоизм это такая сила, которая не спрашивает нас о том, чтобы расти. Он растет сам по себе. Просто от соприкосновения мужчин и женщин. Матери и ребенка. Там, где есть счастье в отношениях, там есть эгоизм. Он сразу начинает расти. Когда он растет, возникает боль. Боль рождает что? Конфликты. Поэтому не бывает такого, что мужчина и женщина были постоянно счастливы в отношениях и у них не было никаких проблем. Такого не бывает, потому что сама природа отношений эгоистическая между мужчиной и женщиной. Эгоизм означает конфликты всегда. Да? Конечно. Независимо, хочет он этого или нет. Если один духовно растет, то второй тоже духовно растет. Независимо от того. А вот это вот то, что вы сейчас говорите отсутствие знания. Посмотрите, истинный эгоизм основан на знании. Вы говорите, я готова уступать, но я боюсь. Я боюсь означает нет знания. У вас не хватает знания, что если вы уступаете, будет победа. У вас не хватает знания. Все нормально, то есть у вас все хорошо, просто вы еще не созрели для того, чтобы уступать. реальность жизни. что значит реальность жизни? Так, и что происходит в жизни? Да, то есть жизнь в этом мире какая? Жестокая. Так? Да, жестокая. Жестокая. Для чего мы узнаем о том, что этот мир жесток? Для того, чтобы сделать его хорошим. Этот мир жесток означает объем работы. Это объем работы просто. Это не является точкой. Жесток точка. Нет. Это объем работы для нас. Потому что этот жестокий мир также имеет и бескорыстие. Вот как мужчина очень разумный, он говорит, нет здесь бескорыстных людей, нет святости, нет. Он изучал это, он думал об этом, он один возразил мне, сказал, нет святости. Это правильная позиция, хорошая. Но также есть другая позиция, что есть святость. Почему? Потому что так же, как этот мир наполнен очень сильно эгоизмом, так же в этом мире есть возможность наполнить его очень сильно бескорыстием. Эта возможность существует, но она всегда связана со знанием. Вам не хватает знания. Вот давайте приведу пример. Допустим, вы говорите мужу, поставь ботинки на место. У меня жена где-то прослушала в лекции ведической, не моей, а какой-то другой, что унитаз надо закрывать, иначе духи начинают как бы воздействовать через туалет, воздействовать на всю квартиру. А женщины боятся духов, они постоянно очищают атмосферу от грязи всякой. Это у них природа такая. То есть они защищают квартиру от чужеродного влияния. Сильно чувствительно заставляют это делать, чистоплотность во всем, тонком, грубом. А мужчина он постоянно думает о своем. То есть я думаю, как же прочитать лекцию так, чтобы люди меня поняли. И я в туалете сижу в это время. Потом сходил в туалет, пошел дальше, думаю, туалет открытым остался. Жена подходит ко мне и говорит, как ты думаешь, где повесить объявление, что надо закрывать туалет? Я говорю, надо на двери повесить. Потому что я, когда дверь буду открывать, я увижу это объявление. Видите, она мне раз двадцать говорила, что надо закрывать. Я соглашался. И шел закрывать сразу. Говорит, я закрыл все. Но она поняла, что это невозможно вот таким образом сделать, что так работает природа человека. Он не против закрывать унитаз, просто он думает о благе всего человечества, когда сидит в туалете. поэтому надо как-то его отвлечь от этой мысли, чтобы унитаз был закрыт потом. И результат срабатывает, то есть на двери висит записка, при выходе раз, и включается сознание уже. И потом раз, возвращается и унитаз, а потом уже рефлекс вырабатывается. теперь у меня к вам вопрос, что дало ей силы понять, как сделать правильно, чтобы человек понял, что дало силы. Знание мужской природы. Видите, не хватает знания для того, чтобы подействовать без корыз. Мы не верим в чужую природу, мы сомневаемся в ней, думаем, это невозможно. Это другая природа, это никогда непреодолимо. Все, невозможно. неправда. Не хватает знания просто и все. Разобрались с теми? Да? Теперь нам надо это знание изучать. Будем изучать, да? Значит, первое, давайте соответствие эгоизма разбирать. Чувствительность, нежность, это эгоизм или нет? Некоторые женщины думают, что их чувствительность это и есть святость. Вот я чувствительная это святость. Это святость или нет чувствительность? Нет, это деятельность эгоизма, только в женском теле. В женском теле эгоизм имеет скрытую природу, в мужском теле грубую природу, явную, открытую. Часто это вызывает тоже диссонанс. Если в женском теле эгоизм не имел скрытую природу, тогда мужчина бы не влюблялся в женщину. Женщина внешне кажется абсолютно без изъянов. То есть она красивая, нежно говорит, очень уступчивая, она склонна служить, в ней нет изъянов, она святая получается. Так? Мужчина думает какая святая. И снова вижу образ твой Мадонна. Вот, ну какая святая женщина, он влюбляется в нее, как любовь возникает. Как раз он думает, какая красивая, чистая, аккуратная, красивая, нежная, добрая. Ну все святая. Так? Ну женщина, она как мужчину тоже считает, видит его чистым, нежным, добрым, аккуратным. Нет, она видит, что он ко мне хорошо относится, и поэтому я готова терпеть все от него, что он такой неуклюжий, она смеется над этой неуклюжестью, она видит, что он грубоватый, грубоватый, у него как бы проявляется внешний эгоизм у мужчины. Но женщина, видя, что он поклоняется ее вот чистоте, красоте, и она совсем согласна, она не против. Так действуют, да, отношения? Так они действуют. Женщина видит, что он хорошо ко мне относится, она сразу начинает видеть в нем хорошее сразу тоже. Все, наступает влюбленность, вот эта вот любовь. Влюбленность именно, а не любовь, потому что любовь это не другое чувство, это чувство бескорыстное, которое достигается победой над собой в жизни. Это непросто сделать, это чувство развить, непросто в семейной жизни. Итак, смотрите, интересно, чувствительность, нежность означает соответствие какое? Грубость. Грубость. Причем интересно знать, что если женщина не чувствительная и не нежная, а грубая, то это еще более высокий виток кармы. Лучше пусть женщина будет чувствительная и нежная. Лучше у нее пусть по-женски работает эгоизм, потому что если еще более тяжелая семейная карма, она еще больше наказана судьбой, тогда она не нежная и не чувствительная, а грубая. И какого она мужа себе находит? Нежного и чувствительного. Она грубая такая. Моля, не нервируй меня. Моля такой очень нежненький молодой человек. Тоже хороший. Она хорошая, он хороший. Все хорошие, но по-разному. Итак, наша цель победить судьбу сейчас. Мы распознаем секреты. В чем секрет заключается в данном случае? женщина считает, что я святая, я очень нежная, чувствительная, и это хорошо. Это означает невозможность победить судьбу. Женщина должна распознать в себе эгоизм. Она не должна считать, что нежная и чувствительная, значит, святая. Она должна понимать, что это признак эгоизма. Это не признак святости. Если я постоянно прошу, пожалуйста, нежнее, ласковее со мной разговаривай. Это не признак святости. Не признак святости. Это признак желания наслаждаться жизнью. Признак эгоизма по-женски. Скрытый эгоизм у женщин имеет. Скрытую природу. Теперь грубость. Тут вроде все понятно, да, женщина? Ну все понятно, что это эгоизм. Вот у меня скрытый эгоизм, понимаешь, ничего не понятно. А у тебя-то все понятно? Вот он эгоизм, грубость, вот все же понятно. Все имеют право на свой эгоизм. И мужчина, и женщина. Это мудрость человека. Мудрость заключается отступить сначала. Прежде чем побеждать, надо сначала отступить. Часто бывает, что мы не признаем право близкого человека иметь свой эгоизм. Это просто природа так действует. Вот собачку невозможно заставить не гавкать. У меня один знакомый завязал собачке скотчем рот. Она оказывается дышит через рот. И она чуть не задохнулась, чуть не умерла. Она собачку невозможно заставить не гавкать, понимаете? Потому что не такая природа. Если ты взял собачку купил где-то, значит она будет гавкать. Если ты вышла замуж за мужчину, значит у нее будет грубость. Так действует природа. Олег Геннадьевич, я согласен, но не слишком много. Ну как тебе положено, столько и получишь, как по судьбе положено. Если ты очень чувствительный, вот смотрите, женщина работает над собой, она учится быть не слишком чувствительной. Что происходит с эгоизмом мужчины? Он перестает быть сильно грубым. Как это работает? Допустим, приведем пример. Допустим, женщина первый этап не обратила внимания на грубость, а потом когда у ней психика успокоилась, она сказала ему ты немножко грубовато мне это сказал. Как мне кажется, лучше сказать чуть помягче. Но когда женщина может это так сказать мужу? Когда? Да, когда она успокоится, потому что если она среагирует на грубость, она отгородится от него и будет с ним сражаться уже, она не будет ему объяснять, что что-то не так, она будет просто воевать с ним, будет считая, что это недопустимо, иметь грубость недопустимо. Иметь чувствительность это нормально, это обычное дело, а вот иметь грубость недопустимая вещь вообще, недопустимая. Это одно и то же, просто действует в женском и в мужском теле. Вот сейчас смотрите, большинство из вас согласилось с тем, что я говорю, но все равно сначала стулья, потом деньги. Все равно женщина считает, что чувствительность все равно лучше, чем грубость. А мужчина считает, правильно Олег Геннадьевич говорит, она своей чувствительностью задолбала. Это означает, грубость лучше, чем чувствительность тоже. Видите, вот здесь мы никак не сможем ничего сделать с этим, потому что свой эгоизм человек всегда считает лучше чужого, всегда. Это закон. И чтобы победить этот закон, нужно заниматься духовной практикой, нужно очистить так свое восприятие мира, так позитивно настроиться, чтобы принять несправедливость в свой адрес. Человек ведь, поймите, что когда действует эгоизм, всегда больно близкого человека, всегда больно. И всегда надо именно несправедливость принимать в свой адрес. Именно несправедливость. Если бы так было все просто, чтобы мы получили знания, и я согласна с его грубостью, тогда было бы все проще. Но вот женщина не зря задала мне вопрос, потому что она уже работает над собой. Она говорит, Олег Геннадьевич, не все так просто. Я пробовала, но что-то мешает. Как будто какая-то сила, вулкан какой-то действует из него, и он делает мне больно. Да, эгоизм это жесть. Это жесть. Обязательно делать будет боль, потому что мы же хотим избежать боли. Для этого мы действуем. Нет, боль будет обязательно. И поэтому нужна духовная сила. Без духовной практики человек не может первый удар эгоизма выдержать близкого человека. Не может. Ему нужно сначала получить, переварить этот кусок боли, который вторгается в твою жизнь. Близкий человек будет делать больно обязательно. Так работают законы семейной жизни. Мы хотим наслаждаться жизнью друг с другом, значит будем страдать. В этом мире всегда говорится, если мы чем-то хотим наслаждаться, значит столько же мы от этого будем страдать. Теперь представьте себе такую ситуацию, теоретически представьте себе, что вот только наслаждает меня близкий человек и никогда не дает мне никаких страданий. Вот только наслаждает вообще, ничего плохого мне не делает. Я проживаю с ним всю жизнь и потом он уходит из жизни. Что дальше будет? А дальше будет столько страданий, сколько ты наслаждалась этим человеком, столько ты будешь без него страдать. Я не могу тебя забыть, но как мне жить? Видите, страдания всегда, но неизбежны, даже в этом случае, который вы как бы предположили как самый лучший. Понимаете, да, о чем я говорю? Да? что одновременно? Умерли в один день. Жили долго и счастливо и умерли в один день. То страдать будут, значит, следующие жизни, потому что нет смерти, жизнь не закончилась. Что такое? Вот допустим, если вы заснули одновременно, вам просыпаться придется, нет? Одновременно или не одновременно просыпаться придется. Вы когда проснулись, жизнь старая продолжается или новая началась? А? Старая? Ну, это значит, что вы с каким чувством проснетесь в следующем теле? Да, ребенок маленький рождается, он просыпается. Видите, да, у него сознание постепенно пробуждается. Сначала он вообще ничего не понимает, потом начинает раз-раз врубаться, и потом он начинает уже как-то действовать непонятно, по-своему, неожиданно начинает проявлять свое поведение, не то, которое мы хотели в него впихать, а какое-то свое. Неожиданно свое. Он вспоминает себя, пробуждается сначала человек от сна, после ухода из тела, он начинает вспоминать свои привычки, свое поведение, и также боль, которая возникла при разлуке с близким человеком. То есть следующая жизнь какая будет? В поисках такого же человека, а если не найдешь то, что дальше? А дальше все, что угодно, вплоть до суицида. Понятна система? Не бывает в этом мире ты сказала поверь, что прожить без потерь невозможно. Не бывает в этом мире счастье без страдания. Любое счастье, которое мы хотим испытывать, то есть корыстное счастье, чтобы просто мне было хорошо, значит просто будет плохо. Это закон, который никто в этом мире не сможет преодолеть. Никто. Этот закон работает всегда и везде. Рано или поздно. Поэтому есть другое счастье, которое никогда не заканчивается и не имеет такую природу. Это счастье бескорыстное. Когда человек отступил и просто служит близкому человеку, вот тогда он достоин уже того, чтобы не повторилось что-то плохое. Он победил судьбу, только хорошее в жизни его будет повторяться. Если я вам бескорыстно улыбнулся, значит вы будете бескорыстно улыбаться мне. Эта улыбка родит новую улыбку. Так далее. От улыбки станет веселее. И слону, и даже маленькой улитки так пускает повсюду на земле, будто лампочки включаются улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, кузнечик запиликает на скрипке. Эта духовная энергия описывается духовный мир, духовная энергия, когда все радуются, все счастливы. В мультфильмах часто это описывается, что все служат друг другу. Это есть, это существует такая сила, которая настоящую рождает настоящая счастье, но она в подвиге состоит в этом мире, потому что в этом мире, когда мы ничего не делаем, включается, что ложный эгоизм. Истинный включается, когда мы с помощью знания побеждаем, делаем шаг в пропасть, верим, что все будет хорошо, как если так будут действовать. Верим.